Недостатки мебельного тура в Китай. В Китае все дешево. Я уже боюсь от выкройки до набития его. Смотрели вчера вот эти шоу-румы, эти косяки. Все-таки вот это бы не Италия. Она мне не очень зашла, эта мебель. Трэш-контент. Ну да, трэш-контент. Питание китайское. На вес обычно. Отлично. Сегодня мы встречаемся с нашими партнерами дизайн-студиями в Китае. Пьем чай. И в гостях у нас Мария, студия дизайна Мари Деко из Москвы. И еще есть в нашем рекламном туре несколько других дизайнеров. Все в этом ролике расскажут свое мнение о посещении наших фабрик мебельных. А также хочу вам разыграть очень классный чайный набор. Вам стоит только ответить на один вопрос. Какого года мы сегодня пьем чай? Пишите в комментариях. Кто напишет правильный ответ, мы отправим чайный набор в любую точку мира. Да, еще хотел рассказать вам суть рекламного тура. Это не просто мебельный тур. Эта компания устраивает прием дизайн-студии раз в полгода, когда прилетают наши партнеры. Ознакомиться с поставщиками, с уровнем качества, с ценами разных поставщиков мебели. И вот у нас прошел тур, 5 рабочих дней, я так понимаю. И сейчас мы раскроем более детально мнение разных дизайн-студий. И вот у нас Мария, руководитель. Хочу сразу, Мария, чтобы ты рассказала, когда мы познакомились, про твою студию. Ну вот, в общем. Да, всем привет. У нас находится студия дизайна интерьера и производства мягкой мебели под брендом Maridaco. Мы сами из Москвы. А с Кириллом мы знакомы уже 10 лет. Мы посчитали ровно 10 лет. Ровно 10 лет назад я была не в рекламном туре, а я была в мебельном уже туре. Таком был полноценный, где мы покупали все, начиная от плитки, заканчивая декором. И вот, в общем, 10 лет мы как-то даже связь не прерывалась, да, наверное, по каким-то поводам. Да, мы всегда были на связи. И вот в этот раз Кирилл предложил нам такую рекламную кампанию, на которой мы согласились. Потому что мне лично было очень интересно, что же за эти 10 лет изменилось. Куда вот эта вот мебельная индустрия, да, в Китае шагнула, насколько они продвинулись. Ну, у тебя собственное производство за 10 лет появилось. Раньше не было, да? Нет, раньше не было. Да, мы мебель делаем только 5 лет. Это отдельно стоящая мягкая мебель, правильно? Да, да, да. И уже ты как производитель, не просто как дизайн-студия, в общем, можешь оценку дать. Да, вот в этом году мы поехали с той же целью на Миланскую выставку. И вот, собственно, с этой целью, да, мой корыстный интерес был посмотреть вот именно производство мягкой мебели. За что Кириллу и его компании большое спасибо. В глубину производства, наверное, не всех водите. В Китае, я была вот как, да, еще раз повторюсь, вот в Милане вот весной этого года. И вот сейчас в Китае хочется сказать даже лучше. То есть мы реально пытались, смотрели вчера вот эти шоурумы, когда там вот какие-то найти косяки, чтобы сказать. Ну, нет, ребята. Ну, да. Все-таки вот это вы не Италия. Но не нашли. Мне вот интересно, ты как производитель мебели посмотрела качество материалов. Что вот ты скажешь про материалы? Очень хорошо. Я тебе же говорю, что прямо вообще было не к чему придраться. Я вот как бы в мягкой мебели вот вижу какие-то недостатки, знаешь, которые ты можешь не заметить, что я уже замечу. Потому что я как бы варюсь в этой каши. А здесь я не нашла. Ну, понятно, да, мы смотрели фабрики разного уровня. И там, если к первой категории фабрики у меня там есть там вопросы, да, ну к ниши, не к первой, а к ниши, то, допустим, там вот, которая там вторая, третья категория, там их в третьей вообще нету. То есть мы не могли придраться. Мы пытались, мы пытались найти какие-нибудь торчащие нитки там или какой-нибудь там кривой угол, но нету. А ваша дизайн-студия с какими проектами работает? Мы в основном делаем жилое. Жилое. То есть это квартиры, это какие-то загородные дома. Ну, это все в основном Москва, Московская область? Да, да. То есть здесь вот, да? Да, да, мы не работаем. Можно на вас ссылочку в описании оставить? Да, конечно, марияко.ру. Друзья, сразу вот опытные дизайнеры помогут вам скомплектовать мебель из Китая. Но если из Китая вам не понравится, то у Марии собственное производство. Можете сравнить, где выгоднее. Ну, как всегда, вы все знаете лучше, чем мы. А какие недостатки? Вот, честно, сам полет я хотел, чтобы ты рассказала. Ой, мы летели китайскими, кстати, авиалиниями. Мы долго сомневались, полететь аэрофлотом или все-таки китайскими. Собрали мнение. Но вот это тоже проголосовало кто-то за китайские авиалинии. И мы, в общем, летели ими. У нас было, мне кажется, очень такое удачное время. Мы вылетели там, наверное, часов полудесятого вечера по Москве. И, соответственно, вот эту всю ночь мы летели. И проснулась я уже тогда, когда я Настю спрашиваю, нам что, час осталось лететь? Вроде как бы и все, и прилетели. И вот эти там 10 часов, они вроде и не показались какими-то сложными. Очень хорошие компании, очень все были. Чайна Сорсен, южная компания. Да. А климатизация какая-то в первый день была? Ну, было немножко странно. У нас была история. У меня коллега говорит, пойдем в бассейн сходим. Типа, давай, говорит, в 7 часов утром перед завтраком пойдем в бассейн. Я говорю, давай. Я поставила себе будильник. Но при этом я не привела на телефоне время на местное. 5 часов врача. Да, и я такая встаю, думаю, блин, 2 часа ночи. Ну, какой бассейн? Ну, как можно себя заставить ночью проснуться и идти в бассейн? И вот если бы, видимо, я бы перевела, то, может быть, как-то психологически было полегче. Но так нет. В первый день ты не рекомендуешь тур проводить? Не знаю. У нас не было усталости, потому что мы прилетели утром. И ты наоборот такой, знаешь, что вроде прилетело. Вот на это какой-то вот еще эйфории. Вот держишься. Нет. Ничего не могу сказать. Первый день отлично мы провели. Питание китайское. Завтраки и так далее. Завтраки в отеле. Вот честно я тебе скажу, да, мы же сгорались честно говорить. Для меня вот непонятно. Потому что я такой как бы человек, ну, вот там, яичница, там, каша, что там еще сырники, блины, да? Ну, такое вот это наше понимание там завтрака. А здесь какое-то все такое странное. Какая-то сосиска, не сосиска. Ну, сыр дают, вот сыр. Вот я яму там яичницу, сыр и зелень, огурцы. Хотя очень большой шведский стол, огромный. По питанию, да, вот очень хорошая ресторана. Вот я, если вернуться опять 10 лет назад, когда я вернулась, мне тогда вообще ничего не понравилось. То есть не китайская еда, все что-то как-то воняет кругом. Очень какая-то ерунда. А в этот раз прям вот мы ее распробовали, видим, или выросли, я не знаю. Но очень вкусно. Мы попробовали вот с 5 дней, 4 дня мы ели вот только китайскую кухню. Живы-здоровы. Да. Ну, самое интересное, вот мы общались с тобой, ты говоришь, 10 лет назад ты летела с теми убеждениями, что Китай там, что-то, все, что не понравилось, ты хотела ожидать вот этой поездки. Да, да, да. И оно, в принципе, как-то по-другому. Вообще все по-другому. Во-первых, мне кажется, Китай вырос, появились откуда вот столько вот этих небоскребов. Да. По всему городу. Ну, вот мне кажется, даже уровень самого города, вот он какой-то другой. А мебель вот та, помнишь, то, что мы, в принципе, был же у нас проект, там 200 с лишним метров квартира в Москве была. Большой проект достаточно был тогда. И, кстати, ну вот из того тура мы привезли мебель для своего офиса, да, то есть у нас были столы, мы покупали, кресла, кресла до сих пор стоят. 10 лет, смотрите, еще когда. Да, сейчас мы открыли свой мебельный шоурум, у нас есть два кресла, которые как бы остались, ну, мы им не пользовались, они вот лежали, и мы их сейчас поставили, так на него обращают внимание. То есть мы говорим, нет, ребят, все, что вот здесь, вот как бы, вот это наш, а вот эти два не наши. Ну, вот на эти два всегда вот падает внимание. Сейчас уже посетив, все-таки какие-то моменты, может быть, некачественные, какие-то негативные, ну, вот все классно, все прикольно, много эмоций, но где-то вот что-то, наверное, сбалансировать. Ну, хотелось, ты знаешь, хотелось бы, ну, вот, наверное, нам, да, как вот увидеть больше, увидеть больше, может быть, шоурумов, может быть, больше фабрик, ну, всего побольше, но мы понимаем, да, что как бы это все время, и мы там с утра и до вечера у нас просто, ну, стопом, да, ну, это и в мебельном туре так, то есть тут нет такого, что ты там сходил, посмотрел, а потом гуляешь. То есть это нужно понимать, что ты едешь, ты едешь конкретно, ты едешь за мебелью и как, ну, настраивать себя. Наша компания работает в двух режимах, оффлайн, когда заказчики приезжают к нам в Китай, и второй вариант онлайн. Вот на твой взгляд, что было бы удобнее для комплектации тебе и твоим заказчикам? Ты знаешь, мне, наверное, сложно ответить, потому что я уже все-таки вот это видела, да, но я знаю, что вот коллеги, которые с нами приехали первый раз, мы же это обсуждаем каждый вечер, да, я думаю, что вот они, посмотрев раз, дальше, вот, наверное, им будет удобно как бы работать онлайн, то есть уже вот как бы сюда лететь там и что-то выбирать уже нет, то есть мы посмотрели качество, нам все понравилось. Возможно, вот это наше очень хорошее направление вот для дизайнеров, вот именно вот такие вот ознакомительные туры. Один раз привел, показал, а дальше уже как бы все, онлайн можно работать. Но мы здесь вот поднимали этот вопрос, у вас пять человек прилетело. Для такого количества не так сильно удобно. Было бы классно разбиться там два дизайнера, например, или три. Ну, может быть, да, может быть, знаешь, надо было спросить, да, там, под запросы, потому что, допустим, мне там хотелось одного, а коллеги другого, да, и все равно мы как бы шли все по одной программе. Да. Может быть, действительно, если это возможно, то как бы вот разделять по направлениям, по интересам машину собирать, да, так как наезде машины было. Спасибо за подсказку, мы будем следующие туры именно формировать группами поменьше, и так будет удобнее для всех, и для наших комплектаторов, и для вас. Да, мне сегодня, кстати, вот уже две коллеги написали, а договорить, может быть, весной можно поехать к ним? То есть все люди в соцсетях следят все равно, и коллеги интересуются, и раз ты поехал, значит, как бы, наверное, там классно, да? Но мы еще летом с тобой обсуждали. Обсуждали, да, да. Получилось, знаешь, как мы поехали вот как раз таки с Еленой, поехали с ней на какое-то производство в Беларуси, как раз в Беларуси, и что-то там заговорили про Китай, да? И Лена такая, я тоже хочу. А потом мы с Андреем тоже как-то обедали, и я ему тоже эту историю рассказываю, что как бы была мысль вот поехать в Китай там подсмотреть. Он такой, я тоже хочу. И вот, знаешь, как-то, да, вроде собиралась одна, и ты такой, Кирилл, кто-то еще опять человек хотят. Ну, тебе вот опять же огромное спасибо, что ты нас всех принял. Вам тоже большое спасибо. Обратная связь очень важна для нашей компании, потому что специалисты, кто эксперты в этой индустрии, вы даете, ну, прям огромную обратную связь от рынка вашего, ваших клиентов, требования, ориентир какой-то на бюджет, и это все очень формирует от этого нашу поездку для будущих клиентов. В общем, куда лучше ориентироваться с той или иной дизайн-студией, потому что рынок огромный, целевая аудитория разная и так далее. Ну, сейчас ты вот сказала про Андрея. Я думаю, мы пригласим Андрея в кадр, и Андрей расскажет про свою дизайн-студию. Да, конечно. Спасибо большое, Мария. Спасибо тебе, да. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну что, вот и Андрей у нас в кадре. Руководитель дизайн-студии Декарт Дизайн, город Москва. Да, город Москва. Андрей, сразу про свою дизайн-студию хотел бы, чтобы ты рассказал. Да, у нас дизайн-студия уже существует почти 20 лет. Мы занимаемся созданием проектов для частных домов, квартир, и все делаем под ключ. От проектирования до реализации. Отличаемся тем, что у меня студия небольшая, у меня в штате 4 человека работают, и я пятый. Все проекты я веду лично, то есть реализацию делаю именно сам. То есть и авторский надзор делаю, и управление строительством, и комплектацию мебелью, материалами тоже делаю сам. Москва, Московская область? Москва, Московская область. Ну, есть запросы из регионов и из других стран тоже делаем. Конкурент Марии Деко? Мы, у нас, в нашей сфере нет конкурентов. А, вот так вот, да? Да. Вы там как-то договариваетесь между собой? Москву поделили на части. У нас, у дизайнеров такая сфера деятельности, что мы работаем в одной сфере, да, все, но каждый немножко со своим почерком. И к каждому дизайнеру приходят свои клиенты. Люди на людей, мне так кажется, всегда работают. Безусловно, да. Когда близок подход, когда близок человек, его философия, внутренний мир, то, что он делает, какие проекты создает, цепляет, и они приходят именно на этого человека. Ну, Андрей, 20 лет работы в этом направлении, я прекрасно понимаю, насколько уже экспертность высокая. Ну, мы 15 лет занимаемся, а вы 20, это вообще там очень хорошо рынок, знаете, и качество. И вот, конечно, я сейчас буду спрашивать про качество китайской продукции. Я когда сюда ехал, у меня были определенные стереотипы. Если это Китай, значит, это обязательно должно быть там супердешево. В то же время я как дизайнер, который в этой среде крутится, я понимал, что качественно супердешево не может быть. Поэтому первые несколько дней я все-таки вот эти стереотипы себе перестраивал, да, чтобы вот это понять. Просто для меня важно, да, когда я для своих клиентов подбираю мебель, материалы, да, вот это соотношение оптимальной цены и качества. То есть объяснить, что вот вы на этом экономите, да, но вы получаете вот зато вот это. И мне кажется, что благодаря вот этому мебельному туру, да, который мы съездили, посмотрели, у меня сложилось впечатление, что я смогу своим клиентам донести именно ценность вот этого, да, и что они от Китая могут получить. А получить они могут то, что, например, и для меня это тоже было открытием, что китайцы научились делать мебель так, что даже лучше, чем итальянцы это делают. То, что мебель нам показывали, которую именно они делают для своего рынка, это под вопросом, конечно. Она мне не очень зашла, эта мебель, и по наш проекту она тоже вряд ли зайдет. А вот то, что они делают, используя европейский дизайн, да, вот это на очень хорошем уровне. И как вот предыдущая Мария рассказывала, да, что мы пытались найти косяки. То есть мы реально там чуть ли не слу поискали, очень все достойно. И мне понравилось то, что сами шоурумы оформлены именно стилистически, профессионально. То есть работали, я не знаю, китайские это дизайнеры работали или они европейских приглашали, да, но шоурум сделан так, что вот ты ходишь и ты кайфуешь. В интерьере уже находишься. Да, и ты мало того, что мебель в интерьере, а это еще и первоклассный интерьер. Вот это... Мнение эксперта, друзья, очень внимательно смотрите именно такие интервью. Рынок Москвы и вот рынок Китая в общих чертах. Какие преимущества Китая смогли бы комплектовать свои объекты китайской продукцией? Однозначно смог бы, если коротко, если немножко развернуто, то, конечно, поразил рынок мебельной Китая, что здесь такой ассортимент, столько всего. Даже одних и те же позиции много-много разных производителей делают. В Москве у нас выбор тоже большой, но гораздо скуднее, чем здесь. Поэтому это большой плюс, что мы можем для своих клиентов подобрать мебель, которая подойдет в наши проекты, не через перекупов, а напрямую сразу от производителей. Мы были на фабриках, которые именно вот эту мебель производили. Вы в цеха заходили? В цеха заходили, мы смотрели весь цикл. То есть я год назад ездил в Италию, нас тоже возили по фабрикам, все показывали, но нам не показывали именно процессы производства. Нам показывали какие-то финальные, условно, как они прибивают и пакуют. Или там что-нибудь делают. Здесь нам показали все от выкройки до набития его, и натяжки ткани, и до финала. Интересно. А вот еще хотел, чтобы мы сравнили производство в России по срокам комплектации. И вот у нас тут как бы обычно цикл комплектации от подбора до производства доставки занимает 5-6 месяцев. Вот именно срок производства всего цикла из Китая, и если это аналогичная комплектация в России. Вот разница в сроках какая может быть? Ну я думаю, что примерно плюс-минус одно и то же. Потому что, да, в России ты, если даже закажешь, тебе все равно это сделают там не меньше, чем через 3 месяца. А то и больше сейчас. Поэтому здесь сроки, я думаю, сопоставимы. Сопоставимы. А если Италию сравнивать будем? И с Италией тоже сопоставимы. Ну то есть плюс-минус сейчас везде 5-6 месяцев так в круг получается. В Италии, если это есть, ну какая-то ходовая позиция, она есть в наличии, произведена, то там чуть быстрее привезут. Для проекта, который длится год, это не такой срок, просто заранее заказал, и вот она к тебе пришла. Если пришла раньше, ты на склад ее закинул, потом снял этот склад небольшой, там похоронил. А ваша студия дизайн-проект сколько по времени делает? Дизайн-проект делается 3 месяца, комфортный срок. Ну это как бы стандарт. Быстрее не бывает, друзья. У меня бывает. Бывает? Боже. Если что, вам нужно быстрее дизайн-проект. Ссылка в описании на Андрея дизайн-студию. Да. Это может какой-то эксклюзив. Но у вас 4 человека, поэтому вы достаточно мобильные, да? Вы можете подстроиться. У меня просто большой опыт в этом. Когда приходит клиент и говорит, что надо было вчера, я говорю, окей, у меня есть специальные технологии отработанные. Запатентовывают. Когда мы можем параллельно делать дизайн-проект и уже выходить в стройку. С визуализацией прям все, да? Ну то есть мы выходим в стройку и пока мы делаем первые шаги, там, да, стены возводим, штукатурим и так далее, то мы уже за это время уже визуализации подготовлены и уже какие-то чертежи начинают. То есть мы идем параллельно. Такой вариант тоже возможен. Очень интересно. Ну это не самый лучший вариант, конечно. Лучше с него не начинать. Да, лучше сделать именно сначала проект, все спокойно утвердить, согласовать и потом уже выходить в стройку. Но если прям там горит, то такой вариант тоже возможен. Ну и последний вопрос хотел задать. Все-таки оффлайн-тур или онлайн-тур, вот на ваш взгляд? Именно для дизайнеров. Для дизайнеров, да. Ну для клиентов. Ну для клиентов они-то сами выбирают. Мое мнение такое, что если бы я не съездил оффлайн, то многие вещи я бы онлайн не понял. Ну в смысле я бы понял, да, ну то есть что мне показывают, да, но я бы их через себя бы не пропустил. Поэтому для меня важно было вот то, что мы... Первые визиты. Да, то, что мы приехали, то, что я это все увидел, что вы так тепло нас приняли. Спасибо. Большое вам спасибо за это, да. То есть мы показали то, что мы хотели увидеть, те фабрики, которые мы хотели посмотреть, это тоже важно. Разные категории фабрики. Значит, вы уже могли бы онлайн комплектовать? Дальше уже, да, я уже могу и клиентам доносить информацию, которая, соответственно, ну свои впечатления, что они получат. Опять же с вами пообщались, да, очень много такого инсайда получил, да, то, что я могу уже клиента подготавливать. Если он захочет сам сюда приехать, да, что ему здесь ждать. Или, например, что мы можем онлайн работать, и как это будет. Маленький бонус вопрос. Все-таки про недостатки еще Андрей хотел спросить. Какие-то недостатки в Китае, там, может, китайцы не понравились? Или еда, или фабрики? Блин, подумать. Подумать надо, какие недостатки. Окей. У меня сейчас все будут кидать ко мне. Давайте, я так, что-то надо записывать эти все недостатки. Там много, походу. Раз уж вы спросили, я скажу. Смотрите. Все, я уже боюсь. Зачеркиваю. Смотрите видео до конца. Сейчас будут недостатки мебельного тура в Китай. Короче, смысл в чем? Еще раз повторюсь, стереотип такой, что в Китае все дешево. То есть, условно, если я беру диван, то этот диван должен стоить в два раза дешевле, чем он должен стоить. Если это люстра, то она должна стоить в два раза дешевле, чем она должна стоить. На вес обычно, на килограмм. Да, по килограммам и так далее. Поэтому хорошо бы было, если бы вы показывали то, как оно может быть, если это будет в два раза дешевле. Что вы увидите, что вас ждет. Если клиент случайно не к вам попадет, а сам приедет и попадет на какую-то трешевую фабрику. И вот привезти на эту трешевую фабрику и показать, вот смотрите, вот диваны, вот они там условно по итальянскому дизайну сделаны. Цена будет вот такая-то, но вы получите вот это. И я, честно говоря, вот это хотел увидеть. Треш-контент. Ну да, треш-контент, ну или даже не треш-контент, а вот что ждать. Ну то есть, окей, я там, например, заказываю диван, он стоит там в два раза дешевле, да. И я знаю, что я вот, это качество меня там устроит. Или наоборот, я, господи, такой ужас, я никогда себе ни за что такое не поставлю. Спасибо, нам стоит задуматься о такой рубрике. Друзья, вот ваше мнение в комментариях тоже, если Андрея поддерживаете с этим, нужно показывать вам плохое качество из Китая, но сопоставимо. Ну, разные, разные, разные качества, да. Потому что реально, полтора миллиарда жителей, здесь есть и бюджетные сетки, их очень много, качества много. Мы проводники в качестве, в ценах и в результате, соответственно, мы тоже заинтересованы. Господа, ну и кто досмотрел это видео до конца, подсказка на возраст чая находится в этом ролике. Можете заново пересмотреть его. И у вас есть высокая вероятность выиграть чайный набор от нашей компании. А мы, как всегда, благодарим вас за просмотры и на этой ноте заканчиваем наш отзыв, наше интервью. И желаем вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока, до новых встреч. Да, кстати, заходите на ссылку на наш сайт. Да, это мы уже сказали заранее, что ссылка на вашу дизайн-студию в описании, друзья. Все отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!